здравствуйте дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые так в нашем детстве начиналась любимая детская передача гостях у сказки и таким же образом я приглашаю вас в эту сказку эту спасу эту сказку рассказанную нам мухоморами меня зовут алекс я живу в израиле 33 года и четыре года назад начал заниматься мухоморами 1 в израиле как-то так совпало с короной совпало как раз со всеобщим непониманием что происходит как-то параллельно с этим попал ко мне мухомор после разнообразных исканий с тех пор я занимаюсь в израиле одну как-то по инерции как я уже сказал много лет живет в израиле начал делать на иврите почему потому что не было в израиле до сих пор в общем-то и на протяжении после того дня еще трех лет не было никого кто бы на иврите объяснял популярность что такое мухоморы зачем и как и так вот поэтому появился я алекс есть предположение что это не случайно мы не будем часто углубляться были кое-какие предпосылки и кое-какие намеки даже на на то что произойдет и вот оно произошло действительно мухомор помог мне очень во многом не только решить где-то медицинские проблемы на разобраться в жизни главное разобраться с собой даже в общем-то мне не оставил шанса на разбирательство он просто взял меня и направил на какой-то путь определенный по которому я иду вот уже в общем-то я пошел дальше как правило когда человека для чего-то знаете вот у каждого есть призвание да вот если человек занимается не призванием как бы не прислушивается к утренему голосу только правильно как правило потом страдают потому что вот называется когда придать свою дать свою мечту придать свое предназначение и человека всячески пытаются вернуть как бы как как мы там ну не буду ассоциации какие устраивать ну как бы что-то что уходит от траектории его возвращают в траекторию да но для возвращения нас в нашу же траекторию существует этот мир наполненный ложью страдания значит человек если идет по своему предназначенному пути то огибает все препятствия вот если знаете такая японская притча самурайская народная самурайская притча значит поспорили два мастера 2 мастера изготовления мечей вы знаете в японии это искусство традиция чуть ли не религия вот и значит два чувака сделали мечи там целый год их отковали там закаляли добавляли чем-то там холодовали и вот принесли каждый свой меч встретились у ручья значит воткнули каждый свой меч в песок во дне ручья и значит первый который вот ну значит по поверхности ручья по поверхности воды значит несутся листья с дерева опавшего опавшие листья и вот они подплывают к мячу и рассекается на двое лист вот видишь какой меч взял а второй значит мастер втыкает свой меч и говорит ну смотри и значит все листья его вот так вот отплывают обтекают значит он создает вокруг себя какое-то поле которое ему передал мастер который сам получил это от мастера вот мы плавно переходим к вопросу преемственности и традиции я лично учился всему у михаила вичневского дай бог здоровья и соответственно баба маша даже баба маша тоже дай бог здоровья вот этих двух людей учился всему и продолжаю мучиться как в личном общении так и заочно вот с тех пор я громко сказано создал но в общем-то открыл группу в телеграме больше тысячи человек уже там начиналось с единиц каких-то с моих друзей которых я туда силком загнал и пытался им что-то рассказывать про мухомор но вот буквально год назад произошел какой-то какой-то взрыв какой-то значит видна уже информация достигла такого критического предела когда качество перешло в количество теперь ждем следующее явление вот в общем как бы то ни было я перед вами я 4 года занимаюсь мухоморами в израиле это значит я рассказываю для тех опять же даже мне как-то не очень удобно перед людьми что я существую русскоговорящий товарищ уже четыре года на этой поляне мухоморной и не говорю с русскоговорящими я просто как-то перерасмыслил ситуацию что действительно сейчас очередная волна при приезда в израиль и из русскоговорящих областей земли вот связи с определенными событиями и я подумал что я имею несу ответственность за все происходящее в израиле в том числе давайте закончим про язык то есть если изначально у меня мысли не было говорить на русском про мухомор почему потому что существует масса информации но я думаю на этом этапе я делаю правильно и надо это было сделать раньше во первых очень много людей уже зная о мухоморе приезжают в израиле не могут найти единомышленников не могут найти мухомор в том числе я могу предложить группу в телеграме и могу предложить из клиников которые можно прийти получить консультацию получить приобрести грибы крови мухомора есть еще грибы которыми стал заниматься рейши чага метаки веселка львиная грива и тогда известны очень грибы тоже шикарная терапевтическая общепрепляющая иммуномоделирующая нейронно протекторное воздействие имеют кордицепс рейши чага и так далее тоже можно обращаться и за консультацией по вопросу приобретения значит что еще это сказать с тех пор как я начал первые три года никого совершенно кроме меня не было в этом и в этой теме в общем-то в течение последнего года появилось несколько людей которые то есть это невозможно держать грибница разрастается появилось еще несколько людей которые тоже занимаются мухомором они занимаются основной продажи и как правило люди них дешевле потому что они хотят быстро и много но когда они сталкиваются с нестандартными ситуациями в процессе приема мухоморного микродозинга вполне могут возникнуть нестандартные ситуации то они пасуют и очень много людей возвращаются ко мне и спрашивают задают мне вопросы несмотря на то что я знаю что они купили мухомор дешевле где-то у кого-то но я все равно не могу себе позволить закрыть как бы двери перед ними почему потому что опять же я несу ответственность перед самим собой прежде всего и все что там внутри существует внутри меня вот перед всем этим я несу ответственность за распространение правильной правильной информации о мухоморе и о других грибах но о мухоморе прежде всего почему потому что надо понимать что до моей будной деятельности мухомор в израиле во-первых он не растет во-вторых он не был известен и никто не занимался никаким регламентированием но как только вот такой всплеск пошел по всему миру и вот в израиле появился я то есть у меня уже и группа была вот этот ну там был канал youtube значит 20 в 21 году 2021 году в израиле мухомор внесли список наркотиков причем не мухоморы извините я неправильно сказал не мухоморы а действующее вещество мусценов так они решили есть в этом смысл нету это смысла но вот сухой закон как бы закон суровый вот он такой так что любой торгующий мухоморами должен понимать что над ним занесен меч правосудия доставка естественно тоже запрещена как продукт содержащий наркотик но если мы углубляться в понятие что такое наркотики насколько это насколько это вообще соответствует истине то что они несли в один ряд с наркотиками вещество которое принципе лечат и почему в таком случае что такое вообще наркотик в их понимании мухоморы они многоцелевые такие товарищи много плановые то есть него есть масса лечебных свойств а также него в отличие от многих других грибов вот единственное что также запрещены в Израиле грибы содержащие псилосибин они тоже могут делать то что делает мухомор почти но они не имеют лечебных качеств а вот мухомор он имеет и лечебные качества и качество псилосибина и даже более того я как человек неоднократно все это на себе испробовавши и чего не рекомендую делать это и запрещено и не рекомендовано в общем то в общем то для камикадзе мухоморный трип это для камикадзе и неоднократно был в коме неоднократно был в общем то и в скорой то есть дело в том что мухоморный трип начинается через кому а кома такая бывает очень глубокая выглядит совершенно как труп со всеми выделениями из всех возможных мест при отсутствии пульса и дыхания то есть полная картина требующая врачебного вмешательства срочного было вызвано неотложка с этими железными электрическими зарядами значит он ничего них не получилось пока я сам не очнулся по дороге уже в холодильник засовывали то есть кома конкретная в арсенале врачей нету не было это было года два назад не было индикации определить цену сцену доставивший меня чек сказал что может ну парень что-то принял в общем на то мы порешили очнулся но не кредитам поставили крестик звездочку до свидания но как бы нет не определили причину ну и хорошо что не определили нам лишний лишний шум ни к чему вот значит тут там что касается мухоморной психоактивности поэтому возможно скорее всего почему потому что они в целях предохранения и в целях знаете как бывает люди есть такие люди которые себя каркают а потом говорят а я говорил я же говорил что так вот они так тоже на всякий случай что потом можно было сказать а мы же говорили вам уже говорили это все алекс вот алекс как человек ответственный то есть я всегда предостерегаю против трипов почему потому что есть если кому-то уже очень хочется другие вещества которые тоже запрещены в менее опасны мухоморный 3 может быть опасным почему потому что нету никакого контроля над телом никак нету никакого общего понимания сознание находится в совершенно другом месте это не похоже ни на что это ни с чем не сравним а монета разговаривает не обрывка не вот этими вот остатками наших мыслей которые мы храним которые в триппе там всплывают какие-то образы и так далее тут совершенно другая ситуация ты находишься совершенно другом месте совершенно другой язык геометрический это не фракталы и не буквы и не цифры это просто совершенно другое измерение и действительно мухоморы конечно них очень глубокая история давняя в использовании во всяких антиогенных и трансцендентальных мероприятиях то есть скажем так существует теория что обезьяна поев грибов стала человеком это теория Теренса Маккена но в общем-то теория недалеко от истины почему потому что у меня тоже есть теория вкратце она заключается в том что грибы на самом деле попали на землю из космоса в этом есть уже доказательства кстати есть вот в израильской прессе была статья недавно увидел в 2001 году космическая российская станция мир возвращаясь на землю была заподозрена в проникновении в нее грибов в космосе через прошивку через обшивку вот и там как бы требовалось это руководство космическими полетами задержать корабль для карантина и так далее и вторая статья тоже это вот недавно поставил повторно в группе после тоже было что на марсе значит наса заявляет что мы шли там грибы вот ну и теория трансфермии например и в общем-то тора который называют библию еще значит тора говорит ну я очень галерийозный то есть я называю как есть в торе написано что в торе про грибы вообще ничего не написано между прочим что уже само по себе интересно и я эту тему развиваю потому что я учусь у вишневского вишневский он этом этномиколог знаете что такое этномикология это связь между грибами история развития культуры человечества вот очень интересные связи наблюдаются об этом написано книги кто интересуется рекомендую сома джорджа Гордона Осона Кларк Кайнерих и Джи Джи Браун есть там Джейн и Джон Браун муж и жена вот это две книги там грибное евангелие и в начале был гриб в общем кто-то я не помню кто книг уже написал не стоят у меня вот литература которая рассказывает об истории взаимодействия грибов ну и из науки мы знаем тоже очень много чудес связанных с грибами как они умеют взаимодействовать с окружающим миром как они умеют перерабатывать мертвую плоть возвращать ее в жизни в общем-то они сейчас делают потому что мы находимся на каком-то этапе в общем-то хотел сказать развития но наверное развития со знака минус каком-то этапе деградации на котором нам нужен будет какой-то рывок вверх потому что мы уже касаемся дна вот и грибы всегда именно в таких ситуациях приходят на помощь когда нужен какой-то качественный переход состояние из состояния в состояние из измерения в измерение даже можно сказать грибы создали жизнь на земле не сами я их не боготворю значит по моей теории грибы это посланцы и до сих пор создали жизнь они способствовали выходу одноклеточных водорослей на сушу и так далее построить построению в сторону верха при помощи минералов которые добывают грибы вот этой конструкции которые называем дерево также человек у нас тоже в общем-то мы держимся вертикально благодаря минералам и в общем-то вся жизнедеятельность всех макопитающих в общем-то основана на жизнедеятельности грибов и бактерий которые осуществляют нас в кишечнике переваривания пищи на самом деле мы питаемся остатками жизнедеятельности этих грибов и бактерий в общем вот такой симбиоз у нас с грибами происходит повсеместно и сейчас в общем-то очень многие уже очень многие уже пришли к этому выводу не только я что грибы сейчас вмешиваются активно в жизнь людей для того чтобы научить нас чему-то новому научить нас новым формам жизни новой форме жизни какой-то вот в общем то возможно то что мы сейчас представляем из себя это тоже продукт деятельности грибов не случайно как-то идут типа параллельные ветви развития то есть если мы наблюдаем развитие искусственного интеллекта то с другой стороны интернета над устройством мы видим что уже существует изначально на земле что-то похожее на интернет это называется грибница грибница грибов находится земле как известно находится в воздухе находится выше воздуха находится в воде находится в толще земли мы не знаем какую глубину они уходят в общем-то про то что находится в глубине земли кроме единственного не сбывшегося пророчества жура верно о путешествии к центру земли в общем-то мы толком ничего не знаем кроме слухов теории что там находится значит раскаленное ядро и полное отсутствие жизни но далее мы видели что грибы находятся в космосе и кстати в мертвом море наш израильский профессор с украинскими корнями соломон вассер из техниона хайфа нашел в одной статье видел 22 в другой 72 вида грибов которые живут в мертвом море из них два оттентные только для мертвого в общем живут только там аборигены только на том море два вида грибов вот в общем вот вкратце о грибах если у вас есть какие-то вопросы пожелания или просто желание можете обращаться по поводу мухоморов грибов всего я нахожу я живу называется ишу оранит деревенька такая израильская и ну это недалеко от тель-авива и недалеко от петахтиквы еще ближе еще ближе к роша айну между роша айнам и ариэлем вот у меня можно приобрести грибы кордицепс рейши митаки мухоморы значит надо со мной связаться желательно по сапу телефон будет наверное где-то внизу в описании или название видео в описании вот там будет телефон там будет контакт на группу в телеграме вот и вот вот эти видео тоже посмотрите если кто-то понимает иврит сне там рекомендую бабу машу рекомендую вишневского не рекомендую аммонита дример не рекомендую то это ивритоговорящий один товарищ живет в таиланде очень не рекомендую ну есть уже как бы понимаете в мухоморе в нем заложено все изначально и ничего не требуется никакого усовершенствования потому что вот ну это как человек вот если начинаешь там чипы какие-то у него вставлять это уже не совсем человек точно так же и мухомор если начинаешь там его варить парить жарить это уже не совсем мухомор вот мухомор так как он есть в нем заключается уже все как надо и при правильно подобранной дозировки творит чудеса ну список чудес я уже сюда не вставлю почему потому что это не скончательно огромный очень список и лично со мной произошедших каких-то медицинских и миропонимание мировоззрение понимание себя понимание того что я где и зачем вот во всех этих вещах конечно мухомора без равных ну кроме того огромный список болезней которые он лечит он так быстро пробегусь у меня моментально прошли боли в спине хронические после операции то есть они были до операции там 11 миллиметров диск выпирал даем на нерв прошел на следующий день у меня была операция все равно болела ты более прошли на следующий день 4 года уже тут иногда от кондиционера бывают что-то схватывает в общем-то небо и земля по сравнению с количеством лекарства количеством более вообще практически ну кто знает что такое хронические более там рассказать нам кроме того через две недели прошел моментально за две недели прошел грибок хронический на ногтях на ногах ногти крошились и были уже желтые противные такими кусочками кто знает тут понимает и вот после начала муха значит через день я пришло и сейчас я хочу сказать что все ногти стали очень крепкие только на ногах и на руках вот потом значит герпес у меня тут было тоже неприятно очень вещь очень тяжело тяжело лечиться тоже чем он пропал где-то через пять месяцев кроме того ну улучшилась память значит заткнулся этот противный второй внутренний голос который что-то губнит в голове то есть ты такое происходит перестройка осознание что ты принимаешь решение видишь путь к нему находишь какие-то этапы какие-то вещи кто тему он поможет то есть у тебя нету сомнений да нет потом не сейчас а харьков то есть потом ну вот этот механизм алгоритм вернее принятия и выполнения поставленных задач он отлаживается просто идеально на самом деле у нас есть много разных программ которые не дают нам жить которые нам поставили общество которое нам поставило общество начиная с родителей и вот мухоморы они умеют влезть в эту жесткий диск и так разуглить программы что ты вдруг свет зажигается ты вдруг понимаешь куда тебе идти зачем тебе идти как тебе идти с кем тебе идти зачем тебе идти в общем друзья вы поняли кто знает тот знает кто не знает я расскажу существует мухомор в израиле давно в общем то хорошо чтобы нашли меня почему потому что вместо того чтобы сейчас начинать метаться между вот этими хапперами которые толком не очень много не умеют справляться опять же с ситуациями которые нестандартные бы они бывают в общем обращайтесь приятно было пообщаться поговорить познакомиться